В Магнитогорске за повторное вождение в нетрезвом состоянии мужчина заплатил сумму, равную стоимости авто. Такое решение Лихачу вынес Родженикидзовский районный суд. Плюс ко всему его приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Именно здесь, на второстепенной дороге, у одного из домов по улице 50-летия Магнитки был задержан нарушитель. Мужчину, который в пьяном состоянии колесил по дорогам города, остановили сотрудники полиции. Сначала он пытался оправдаться, уверял, что просто сидел в автомобиле. Однако в распоряжении инспекторов было видео с регистратора, которое доказывало, что мужчина управлял авто. Органом предварительного расследования было установлено, что в ночное время, где-то в середине сентября 2023 года, подсудимый, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ прохождения медицинского освидетельствования о состоянии опьянения, вновь находился за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Повторное пьяное вождение обернулось для автолюбителя уголовным делом. Состоявшимся приговором суда на основании предоставленных стороной обвинения доказательств, установлена причастность 49-летнего жителя Магнитогорска в данном преступлении. Назначено наказание 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев. И кроме того, с него взыскана сумма 180 тысяч рублей, равная стоимости автомобиля по договору купли-продажи. Сам автомобиль конфисковать у водителя было нельзя, так как мужчина купил его недавно и не успел зарегистрировать в ГИБДД. Напомним, возможность назначать наказание за повторную пьяную езду не только в виде штрафа или срока, но и конфискации транспортного средства у судов появилось 25 июля 2022 года. В Магнитогорске за это время своих авто лишились десятки нарушителей закона. Сотрудники правоохранительных органов надеются, что угроза потерять имущество сумеет остановить многих любителей погонять под градусом.